Целая ночь ушла у ремонтных бригад на восстановление нормального электроснабжения торговой стороны областного центра. Прошедший накануне вечером дождь стал причиной энергетического коллапса на ряде улиц. Из строя вышла подстанция Восточная. Без света остались более трех тысяч человек. Социально значимых объектов это не коснулось. Локальный конец света разразился в районе девяти часов вечера. Десятки домов на улицах Рахманинова, Хутенская, Большая Московская и Якова Павлова мгновенно погрузились во тьму. Бытовая авария тут же сказалась на вечернем досуге новгородцев, внезапно лишенных привычного комфорта. Погасшие краны, разморозившиеся холодильники и разряженные телефоны – все это добавляло раздражение и нагнетало эмоции в социальных сетях. Большая Московская 104, корпус 2. Ни света, ни воды горячей. Очень увлекательный квест «Соберись на работу». В ковшике греется вода на кофе, в кастрюле на помыться. И все это при свечах. Очень романтично, ага. Все вспомнили и романтику, и свечи, и тишину. Только меня волнует холодильник. Плакала моя курочка в морозилке. А также вся заморозка, пока электрик Василий спит. Аварийная служба изначально обещала справиться за два часа. Но уже на месте выяснилось, что повреждения, вызванные обильными осадками, гораздо сильнее. И восстановительные работы затянулись до самого утра. Почему длительно проводились работы? Потому что технологическое нарушение, которое произошло, оно заставило проводить комплекс мероприятий по чистке изоляции, по испытанию изоляции двух секций шин. А это ячейки, которые там более десяти на каждой секции шин. Это разбалчивание каждой ячейки. Первые лучи солнца, а вместе с ними и надежды на возвращение цивилизации, пробились в дома новгородцев в районе шести утра. Отдельные подключения продолжались до девяти. И все же даже утром некоторые из объектов в буквальном смысле утонули в мрачном энергетическом молчании. Спорткомплексу «Айсберг» было впору переквалифицировать каток в бассейн. Это очень и для нас плачевно, и для спортсменов плачевно. У нас сейчас проходят тренировочные сборы. Люди приехали из Санкт-Петербурга, приехали из Москвы. Поэтому мы как бы сейчас стараемся оправдываться. Сегодня здесь должны были заниматься порядка двухсот спортсменов. Иногородним придется возвращать деньги. К слову, за лето спортивный объект пережил уже четвертое отключение. К счастью, прошлые были короткими и к таким печальным последствиям не приводили. Энергетики делают все возможное и после каждого подобного ЧП проводят тщательный разбор причин. Впрочем, если электросети не выдерживают даже не ливни или грозы, а обычного летнего дождя, стоит задуматься не только о профилактике. Ведь впереди наша традиционная северо-западная осень с дождями. Артем Забралин, Нина Крючек, Татьяна Баркова, Петр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение.